Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Не тот случай. Эта гора, пронизанная летним солнцем, интересна и по-своему уникальна. Ее не отметили в туристических буклетах и маршрутах по археологическим памятникам. Но справедливости ради следует уточнить, что этот каменный холм находится за забором безопасности Израиля. Чтобы ознакомиться с достопримечательностями каменной горы, на нее надо подняться. Первое, что попадается на глаза, это следы добычи камня. Здесь была древняя каменоломня. В каком веке добывали камень, трудно сказать. Разброс по времени может измеряться тысячелетиями. Во многих местах выемку камня производили с учетом того, чтобы впоследствии использовать образовавшиеся пустоты как резервуары для сбора и хранения дождевой воды. Но нынешнее лето выдалось слишком жарким и засушливым, так что ямы стоят абсолютно сухие. Я намеренно спустился в каменоломню, чтобы можно было визуально сопоставить человеческую фигуру и величину карьера, который сантиметр за сантиметром выдалбливали примитивными инструментами. Ближе к вершине взору открывается скальный некрополь. Гробницы попадаются самые разные, от небольших, в которые можно влезть только ползком, до солидных, где над входом в камеру нависают массивные арки. Вне всякого сомнения, здесь хоронили людей знатных и богатых. Выдолбить усыпальницу в карстовой порозе – тяжелый и трудоемкий процесс. Это не мягкие и легко податливые известняки некрополей Бейчаарима и Бейтгуврина. Внутри гробницы – с боков ниши для покойников и две погребальные камеры для костей. Все просто и рационально. Царская гробница выделяется среди других и размерами, и дизайном. Примерно так она когда-то выглядела. Борельеф бога солнца, чудом сохранившийся на фронтоне, говорит о принадлежности могильника Хананеем, которые поклонялись разным богам, но главными у них считались Шемеш – бог солнца, Решеф – бог войны и Драгон – бог хлеба. Исходя из этого факта, несложно определить возраст некрополя. Это примерно 15 век до н.э. Ханаанское царство было разрушено израильтянами под предводительством Иисуса Навина в 1360 году до н.э. Тогда была вырезана большая часть населения ханаанской цивилизации. Жестокие были времена, прямо как сейчас. Неожиданно обнаружил поразительное сходство характерных бороздок, оставленных на колонне царской гробницы. Очень похожие бороздки можно увидеть на некоторых блоках в замке Манфор. Очередная загадка. Я обошел лишь небольшую часть горы. Но сегодня выдался не самый удачный день для неторопливого и подробного исследования. Жара даже для этих мест просто зашкаливает. Постараюсь вернуться сюда в студеную пору. Может, в январе. Манфор 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 Убитат